Субботнее утро в волейбольно-спортивном комплексе города Одинцова началось с масштабного фестиваля молодежи и неформальной культуры. На одной площадке собрались самые смелые и самые творческие ребята Подмосковья. Фестиваль разделен на три направления – музыка, граффити и танцы. Ну а вечером здесь ждет большой галоконцерт. В рамках каждого из направлений была подготовлена отдельная конкурсная программа и мастер-классы от топовых преподавателей. По итогам рэп-баттлов в хедлайнер фестиваля «СТ» выбрал лучших ребят, которые и выступали в течение всего галоконцерта. Буквально все то, чем занимаются наши молодые люди в свободное время и в качестве хобби, увлечений своих. Нам очень важно это знать для того, чтобы правильно, во-первых, помогать, правильно сориентироваться, какая поддержка нужна для той или иной категории молодых людей. Ну и для того, чтобы всячески пропагандировать и здоровый образ жизни, и увлечения, чтобы все-таки наша молодежь, за которой будущее, по сути, все те, которые сегодня собрались – это будущее России, это наш завтрашний день. Холл волейбольного комплекса превратился в одну большую интерактивную площадку. Здесь каждый мог найти занятия по душе, примерить дизайнерскую одежду, попробовать себя в воркауте, в футболе или просто культурно отдохнуть, например, посетив фото-выставку. Кто знает, может быть, это какая-то будущая путевка в жизнь, и главное, у вас глаза горят. Понимаешь, нельзя быть удобрением жизни, это в никуда. Сегодня век людей инициативных, людей активных граждан. Вот тогда все получится. Такие мероприятия позволяют молодому поколению найти себя в современных и модных направлениях искусства. А еще это отличная возможность познакомиться с теми, кто продолжает создавать молодежную неформальную культуру – культуру андеграунда. Как раз мы много говорим о патриотизме, духовности, воспитании. И как раз молодежь здесь проявляет все свои самые лучшие качества. Но если говорить о других, вот за нашей спиной ребята демонстрируют как раз и физические качества. Очень интересно и непросто, я бы сказала. Поэтому оно очень такое разноплановое, но достаточно интересное направление. Большим сюрпризом для всех стало появление губернатора Московской области Андрея Воробьева. С его приветственного слова и началось большое вечернее шоу. Молодость, как известно, очень интересное время. Время, когда ты смотришь, когда ты самореализуешься, когда ты ставишь свои планы и достигаешь. Я хочу сказать, что мне очень приятно, что здесь, в этом зале, в этих аудиториях собрались очень равнодушные люди. Мне очень приятно, что в нашем управлении, Одинцовский район, большое внимание уделяет молодежи. Мы будем счастливы, если с вами будем встречаться чаще. По словам участников и организаторов, фестиваль стал хорошей площадкой для самореализации молодежи. И он действительно удался. Очень классное мероприятие, большой размах, масштаб, очень много известных людей сюда приехало поддержать мероприятие. Ну а гости первого областного фестиваля неформальных направлений надеются, что подобные мероприятия будут чаще проводиться в Подмосковье. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.